В прямом эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Игорь Буренко. Здравствуйте. Предвыборный взрыв. На улице Дальницкой четверо неизвестных совершили нападение на агитационную палатку кандидата в депутаты горсовета Ливона Никогосяна. По словам очевидцев, нападавшие были в масках. Они разгромили палатку и закидали ее петардами. Агитработник при этом сильно не пострадал, однако ему потребовалась медицинская помощь. Побежали туда за угол. Там, где сотрудники милиции стоят, нож нашли. Ну и чисто подошли к человеку. Человек в шоке. Знаете, как закидали его петардами, а подожгли. Нападением уже занялись представители правоохранительных органов. А через 20 минут после случившегося приехал Ливон Никогосян. Случившийся он назвал мандализмом и считает, что это дело рук конкурентов по предвыборной гонке. И могу сказать, если я кому-то не нравлюсь, просто можно набрать приемную, сказать мне, но заниматься вандализмом и так в наше непростое время, чтобы людей пугать, окружающих пугать, это просто недопустимо. На Молдаванке этой ночью стреляли. Один человек погиб, еще двое ранены. Инцидент произошел в заведении на улице Разумовской. Между клиентами клуба возник конфликт. У кого-то из участников при себе оказался боевой пистолет. Расстреляв оппонентов, человек скрылся. Двое из его жертв попали в больницу с огнестрельными ранениями. Третий скончался от потери крови. Выживших участников разборок разыскивает милиция. Начато уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Статья 296, часть 4, хулиганство. И статья 121, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие за собой смерть. Судья Суворовского районного суда Сергей Бондарх, несмотря на так называемую мусорную иллюстрацию, продолжает вести судебные заседания по делу мошенницы Лебедевой, более известной как учредитель строительной фирмы «Златоград». Неделю назад группа неизвестных активистов выбросила судью в мусорный бак за то, что он все-таки оставил подсудимую под стражей. Напомню, что на поруки, обвиняемую в мошенничестве в особо крупных размерах, хотел взять депутат Верховной Рады из Днепропетровской области Андрей Денисенко. В первом квартале 2008 года строительная компания «Златоград» обещала сдать дом на поселке Котовского. Это лишь один из четырех адресов, где подрядчик даже не начал строительство. С тех пор на директора компании Ларису Лебедеву открыто уголовное производство за мошенничество в особо крупных размерах. В 2010 году она взяла кредит в банке «Форум», но выплатила его только путем действий исполнительной службы, вернув кредит арестованным имуществом. Инвесторы, возлагая надежды на первоочередную выплату денег, по сути остались ни с чем. Люди по-прежнему отстаивают свои права в суде, несмотря на постоянное давление. Сегодня Сергей Николаевич Боднар, он не является сторонником какой-либо из сторон. То есть наши, как потерпевшие или госпожи Лебедевы, он является сторонником закона. Этот человек у меня просто как человек вызывает уважение. То есть человек мужественный, который не побоялся данного сегодня, то что на него идет такое сильное давление, что на сегодняшний момент только можем защитить его мы, простые люди, простые одесситы, простые граждане. Много провожу дел в Суворовском суде, в том числе с Сергеем Николаевичем. Много дел, как говорится, мы прослушали. И когда я узнала об этом вопиющем, то, что с ним произошло, я была очень возмущена и считала, что это крайне несправедливо в отношении него. Я могу сказать, Сергей Николаевич только самое хорошее, потому что очень справедливый, объективный и беспристрастный судья. И то, что с ним произошло, это просто чье-то беззаконие, чье-то беспредел. Седьмой километр продолжает работать. Слухи о его закрытии предприниматели рынка называют ложью. Они выступили перед журналистами, чтобы опровергнуть информацию, появившуюся в интернете. Что рынок практически закрыт, что рынок открывается только один раз в неделю, что оптовых покупателей нет. Это ложь. Это я вам заявляю официально. Рынок действительно переживает не лучший период. Это связано с потерей покупателей и продавцов с Восточной Украины полуострова Крым. А также со скачком доллара. Напомню, аренду предприниматели платят в иностранной валюте. Тем не менее, седьмой километр работает в штатном режиме. В Одессе запускают «Электронный город». Это проект по управлению всеми службами мэрии в альтернативный сервис по приему заявлений. Теперь каждый желающий по электронной почте сможет обратиться в мэрию и отслеживать маршрут своего письма по профильным подразделениям прямо в сети интернет. Ответ на свой запрос получить, не вставая с дивана и не выстаивая в очередях. Юлия Федорова расскажет о ноу-хау большее. Теперь одесситы смогут отправлять фотографии трещин в домах, неубранного мусора на холстро или разбитых дорог не в соцсети, а сразу в мэрию. И тут же ждать реакции. Не выходя из дома, можно будет решить любой вопрос. Для того, чтобы не бежать через весь город, не тратить деньги на проезд в транспорте, для того, чтобы приходить, получать ответ, или можно будет посредством задавать вопросы, получать на них ответы, формировать пакет документов, и в том числе и обращаться в электронную очередь, фиксировать, что значительно облегчит работу. В Горсовете с помощью такого проекта смогут мониторить работу всех чиновников. На каждом таком электронном обращении будет стоять автоматический контроль. В будущем, благодаря этой системе, можно будет мгновенно увидеть результаты голосований депутатов во время сессии. А еще видеть по карте перемещение коммунальной уборочной техники. И даже следить за работой сотрудников ЖКСов. Одним словом, контролировать смогут всех. Это будет единое инвестиционное окно городской власти, бизнеса и обычных граждан. Обычные граждане, если у них есть интересные идеи, они нуждаются тоже в привлечении инвестиций, они смогут на этом портале размещать свои идеи. Люди, не имеющие доступа к интернету, смогут приносить в горосполком бумажный вариант заявления. Оно будет отсканировано и также размещено в электронной базе данных. Пока проект запускают в тестовом режиме. Юлия Федорова, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Одесса должна стать мощным центром делового туризма. Как это сделать, сегодня решали на круглом столе. Представители туристического бизнеса со всей Украины предлагали свои методы и планы на будущее. Несмотря на то, что Одесса ассоциируется и сейчас, и всегда ассоциировалась, и я думаю, в будущем будет ассоциироваться со столицей юмора, прежде всего, это есть и столица, я должен сказать, должна быть столица деловая и культурная. Туризм – это, в принципе, та отрасль, которая, во-первых, может сплотить страну. Туризм – это та отрасль, которая может быть экономически привлекательна и экономически бюджетонаполняющей. Эксперты отметили, что Одесса является привлекательным регионом не только для внутреннего потребителя, но и для наших соседей за границей. Именно поэтому в Одессе будет работать Конвеншн-бюро. Его главная цель – маркетинговое продвижение города на международном уровне. В плане продвижения конференций возможностей, инсентив идей и целью является использование наиболее эффективных элементов для загрузки инфраструктуры города. Процесс перехода на биометрические загранпаспорта продолжается. С 1 апреля украинцев ждет нововведение. Детям необходимо будет делать отдельный паспорт. Раньше их можно было вписывать в родительский документ. Теперь для того, чтобы выехать с ребенком за границу, необязательно идти к двум родителям, к нотариусу. Дать согласие можно в миграционной службе. В ведомстве также напоминают, что сделать загранпаспорт по старому образцу уже невозможно. После подачи документов биометрический паспорт будет изготовлен в течение 20 дней. Стоимость его не превысит 500 гривен. Однако сотрудники миграционной службы просят более четко заполнять необходимые документы. Вплоть до подписи. Многие паспорта пришлось переделывать. Много документов было забраковано полиграфкомбинатом и государственным центром персонализации данных именно из-за электронной подписи. Поскольку подпись, ну, граждане ставили не совсем четко, не сильно там. Она при уменьшении, она уменьшается в размере, она превращалась там в жирную точку. Это тоже брак. Подпись должна быть четкая. И нам за это завернули приличное количество документов. Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения академика Филатова. Имя этого ученого знают во всем мире. Он первым провел операцию по пересадке роговицы, изобрел офтальмологические инструменты и разработал уникальный метод трансплантации кожи. Человек, основавший вообще офтальмологию, поставивший ее в 19 веке совершенно на другой уровень. Человек, который осмелился и взял на себя ответственность сделать эту операцию, когда никто не рисковал вообще внедриться в глаз. Человек, который изобретал инструменты, которых вообще в природе не было для офтальмологии. Человек, который впервые сказал, что трансплантология возможна. Сегодня институт, который основал Филатов, занимается всеми патологиями глаз и занимает ведущие позиции в Европе. На сегодняшний день он уже завоевал признание и уже по нашим методикам оперирует во многих странах. Во многих странах Европы, и Восточной Европы, и в России, и в Белоруссии. Морские пехотинцы приехали на ротацию в Одессу. После четырехмесячной службы в зоне АТО они получили долгожданный отпуск. Морпехов встречала и Олеся Повар. Возле здания Южного оперативного командования людно и волнительно. С минуты на минуту сюда прибудут чьи-то папы, мужья и сыновья. Они возвращаются из зоны АТО. Ребята, которых мы уже через месяц, будет год, как мы их встречали из Крыма, когда они выходили из Крыма. Потом их здесь помогали их семьям, они жили в санаториях, делали ремонт их в их воинских частях. Сейчас ребята были в АТО, но вот сегодня возвращаются. Елена и Игорь приехали спонтанно. Встречу узнали за полчаса до ее начала. Так взыграло, так вот сразу скачили быстро. И приехали сюда в надежде порадовать ребят, обнять ребят, высказать им свое восхищение, свою гордость, свою любовь. Наконец прибывает долгожданный автобус. Вместе с ребятами из АТО вернулся котенок Чепидрис. Павла встречают близкие и родные. Он не видел своих детей уже 4 месяца. Покажи, как ты любишь. А ты как папу любишь? Все хорошо, хорошо, что тепло встречают дома. Домой всегда возвращаться приятно. Они приехали в долгожданный отпуск, а затем по первому приказу будут снова исполнять свой долг. Олеся Повар, Кристина Кондратьева, 7 канал. Военная техника проедет по трем районам Одессы в период с 3 по 5 марта. Об этом сообщили в Департаменте информации и связи с общественностью Одесского горсовета. Передвижения техники связаны с плановыми, комплексными учениями в воинских частях в воздушном командовании «Юг». Предполагается, что техника будет перемещаться по Киевскому, Малиновскому и Суворовскому районам Одессы. Жители города просят не паниковать по данному поводу. Отметим также, что такие учения проходили с 17 по 18 и с 24 по 26 февраля. В эти дни были замечены комплексы ракет С-300 в районе Таирова. И на этом у меня пока все. Итоги дня подведем в 20.00, а сейчас в прямом эфире предвыборный вечер на седьмом. И я передаю слово своему коллеге Вячеславу Касси...